В области Абай голосование прошло в соответствии с требованиями. Нарушений не зафиксировано. Всего по области функционировало 478 избирательных участков. Общая численность избирателей составила 416 030 человек. По данным территориальной избирательной комиссии, численность лиц с инвалидностью составляет 22 000 человек, а количество голосов 2684. Из них инвалидов-колясочников 914, слабовидящих 1181, слабовидящих и слабослышащих 589. Все избирательные участки были обеспечены всем необходимым оборудованием для лиц с особыми потребностями. Отметим, что при въезде на участок имеются пандусы и тактильные указатели. Есть кнопки вызова для людей с ограниченными возможностями, тактильные пластины со шрифтом Брайля, а также светоотражающие желтые полосы. Также в частных домах с высокими порогами на избирательных участках установлены переносные пандусы на время голосования. У нас 2985 человек. Половина из них слепые и слабовидящие люди с ограниченными возможностями. Они голосуют за кандидатов. Члены нашей комиссии хорошо выполняют свою работу. Избирательный участок номер 84, расположенный в городском дворце культуры, является густонаселенной территорией. Поэтому, несмотря на утреннее время, люди выполнили свой гражданский долг и участвовали в политической кампании. Для этого также были созданы все условия. Для общественности города сегодня в нашем здании организована небольшая праздничная программа. И в нашем сегодняшнем мероприятии принимают участие наблюдатели и доверенные лица депутатов. В 20.00 наш участок официально закроют. До тех пор ждем семейскую общественность и зарегистрированных на нашем участке избирателей. Кроме того, на избирательный участок специально пришли Ахсахалы и поздравили многих с праздником Наурыз. Женщины в национальных костюмах угощали присутствующих Наурыз-Кужье, Баурсаками и Куртом. Представители старшего поколения, участвующие в выборах, заявили, что ожидают от политической кампании только справедливых депутатов. Будет хорошо, если победят образованные и разумные граждане, которые смогут решать проблему народа, говорят они. Сегодняшние выборы отличаются от других. Прямо как говорил Шакарим, эта песня отличается от другой. Все потому, что эти выборы многопартийные. Здесь каждый гражданин имеет право выбора. Главное, чтобы все жители могли лично участвовать в выборах. Еще одна особенность заключается в том, что оценивается мнение граждан за или против. Самое главное сейчас то, что эти выборы проходят ради будущего Казахстана. Я считаю, что выборы это день, приносящий людям радость, независимо от времени. Потому что мы те люди, которые с раннего возраста участвуют в выборах. Я думаю, что сегодня для населения города Семей и области Абай большой праздник. Сейчас каждый совершеннолетний человек, то есть в возрасте от 18 лет, имеет возможность проголосовать за кандидата и сделать его депутатом. В этот день в политической кампании принял участие и благословил горожан один из главных символов Наурыза – хадерата, которого мы все знаем как сказочного героя, приносящего добро. Сегодняшние выборы проходят хорошо и справедливо. Хочу, чтобы результаты выборов, которые проводятся для будущего Казахстана, были положительными. Желаю удачи горожанам, которые сегодня пришли голосовать за завтрашний день нашей страны. Пусть Казахстан просветает. Стоит отметить, что подавляющее большинство избирателей сделали свой выбор в первой половине дня.